Вечером на 16.00. Или не стоит сегодня звонить? В своем звоне. Ага, на ваш взгляд, конечно. В предприятии перезвонили. А можно показать то, что вы получили награду? Вчера, да, вы какую-то получили? То что? У вас кинжал какую-то награду получил вчера, да? А можно посмотреть его? Вы сами мастер же, да? Вот, спасибо большое. Это за традицию, да? За традицию работа, это очень сложная работа. Такую работу в мире, это третья работа такого плана. На серебре черн, на черне насечка золотая. И золотая насечка на клинке полностью, от начала до конца. Тамарадская вязь еще, да? На ручке вязь, вот везде есть, вот на ручке круговую везде есть. Это вы делали под заказками-то, да? Ну да, да, это заказная вещь. Коробку пока сказал не делай, коробку мы потом будем под его. Сколько таких три вы сказали, да, в мире всего? В мире три. А? Это третья работа. В мире? Да. Один такой наподобие этой работы, здесь московский какой-то коллекционер. В коллекции лежит. Один в Эмиратах лежит. А третья вот работа, которая по этому плану такая, третья работа вот она. Очень красивая. На серебре этот, чин ставится. Потом на черни золотая насечка. Черни такая вещь, которая такой маленький стук, она там ломается. Вы где-то полгода его делали, да? Два года. Два года? Два года, да. Да. Не отрывались только индивидуальные? Не, не отрывались, кроме этой самой. Каждый день 4-5 часов времени тратилось на это. А как Вас зовут, представщик? Это вот. Гаутгатский. Отлично. А вот Вы мастер, да, сами? Не, я не мастер. Мастер другой, авторский. Он у меня работает на фирме. Понятно. А скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Вот Вы, ну, вот направление, это клинки ваши, да? Клики, вот сувенирные оружие, вот мутерские оружие, вот здесь. А вот, можно сказать, что называется настоящий клинок? Вот бывает, знаете, говорят, ну, не похож или похож. Вот Вы можете сказать, что, как определить, что настоящий клинок, где он в традиции, вот прям? Ну, это по форме клинка. Какой? Вот еще золотой насечка. Или художнику... Ага. Это правда, рада этого клинка была, эта вся работа сделана. Гулатный клинок, мастер Ардулла. У вас же очень много мастеров знаменитых, да? В Дагестане, да? Это дагестанский мастер. Ну, это, это мастер самый лучший. Эмма Григорьевна лично знакома с этим человеком. Еще... Котиков 10 лет, он такой кинжал первый раз сделал насечкой. Здесь мы на конкурс выставили его. Этот... Они первое место дали другому человеку, не имеет значения, кому короче. Эмма Григорьевна забрала, говорит, слушайте, вы вообще работы разбирать или нет, говорит. Такого плана работы, говорит, в течение 100-120 лет, говорит, это первый мастер, который за эти... Здесь? Здесь куда? На клинке? Да. На клинке булатный клинок старый, антикварный. Угу. Видите, вот булатный, я его не проявил, как булат, так и остался. Вот, потихоньку проявляются они, вот, булатный. Здесь была чуть-чуть маленькая ржавчина была, я его селька убрал. Его заново проявить надо, но я не стал проявлять его. Ну, можно сказать, что это традиционный клинок, да? Традиционный, да. Традиционный клинок, да? Традиционный клинок, да? Традиционный клинок, перемещенный клинком, там, долями. Ага. Ага. А что вот можно подарить, там, вот, знаете, сейчас, ну, подарок, ну, другу, например, там, вот. Другу, смотря как. Это зависит, ну, какой у вас карман. Понятно. Ну, будем говорить, что... Есть, 1,200 рублей нож есть, 2,500 рублей клинок. Это смотря какой. Ну, а что, посмотрим, вот, продажи, хит-продажи, что у вас тут? Есть популярные модели, которые всегда продаются? Популярные модели, вот, вот, ЭМОЖ есть, и, вот, были мельсуары ножи по 3,500. Это 3,500, да? Это серебро. Ага. Так, это... В общем, у вас на любой карман есть свой нож и свой кинжал, да. И на любой вкус. Да. Вот шашки, видите. А это шашки, они тоже, как бы, кинжал? Да. Вот, например, тоже, вот, реставрацию сделали кинжал. Тоже на конкурсе первое место занимала. Это моё скило. А как поинтересоваться? Это, это... Уже был кинжал, вы его доделали, да? Здесь, здесь, короче, вот клинок мне попался, вот так, поломанный. Ага. Вот столько поломанной, длинная была. Ага. Я её переночил, короче. Эта ручка тоже его родная ручка. Угу. Я его взял, полностью переодел. Ножди сделал для него деревянные. Серебрые детали сделал. Мой сын отгравировал. И вот такой предмет получился, видишь? Вот, из тела моего сына. И год, 1439 год. По мусульманские исчисления. Угу. Угу. А это рисунок, это как бы он традиционный? Это наш традиционный, да. Это типичный орнамент лакских мастеров. Угу. Очень красивый. И цена такого... Это кинжал 450 тысяч рублей. 45 тысяч рублей. Хорошо. А шашки это... Шашки, вот, подные наши, кавказские шашки. Цель на серебряные. Ну, они такие были, да? И сто лет... Они такие были и сто лет назад, да? Да, да, да. То есть, если сказать, вот, кавказская шашка, она так и выглядит, да? Да, вот. Вот она копия вот старой шашки, который был. Угу. Угу. Прям грозная такая, да, красивая. А металл это? Металл, металл дамаск. Дамаск, да? Серебро. Сколько вот уходит время, чтобы такую шашку сделать? Такую шашку, чтобы сделать. Да. Время уходит, короче, где-то месяца два, может, три. Смотри, как гравировщик поработает. Угу. А сколько людей работают? Один, два, три человека, да, вообще на час? Три-четыре человека работают. Три-четыре. Три-четыре. Каждый свой фронт был? Когда работа хорошо шла, двадцать человек работало у меня на фильме. Да. Если можно, визиточку ваше оставить, и я просто пом... Это, конечно. Чтобы ваши были реквизиты, вам может будут звонить с канала. Пожалуйста. Всё, спасибо, Казик Кум. Да. Всё здорово. Друзья, вот я оставляю тогда, я оставлю контакт, и зрители канала будут смотреть. Хорошо. Удачи вам и хороших продаж на пункте. Пока.